Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и я начинаю серию уроков по Fenix FD для 3ds Max и Maya. Данное видео я начну с обзора специального Toolbar. Поговорим о всех иконках на нем и какую функцию выполняет каждая. Цель создать детальный Video Help с практическими занятиями. Начиная от новичка и заканчивая профессиональным уровнем. Данную серию уроков я буду записывать на таком сервере нашей фермы с 3d1080t. То есть Вы узнаете, сколько идет симуляция дефолтных пресетов с Toolbar Fenix FD на нем. Также буду рендерить некоторые симуляции на GPU, но не все. Потом объясню почему. И покажу работу V-Ray Cloud фермы. Итак, создаем новую сцену и сразу выбираем V-Ray Next GPU. Так как первые пресеты будем рендерить именно на видеокартах. В вкладке Performance выбираем все доступные девайсы. Затем нажимаем Alt и B, заходим в Layout и настраиваем пресет для Viewport. В окне справа выбираем перспективный вид, а слева Phoenix GPU Preview. Данный Viewport нам пригодится, так как не всегда удобно наблюдать за тем, что происходит в стандартном Viewport. Давайте сразу добавим V-Ray Dome Light в сцену и загрузим HDRi. Не забываем включить новую опцию Adaptive Dome для более качественного рендера без шума в освещении. Я буду использовать такой HDRi с сайта HDRi Heaven. Для того, чтобы ее скачать, заходим на сайт, в меню HDRi в категорию Night. Затем создаем обычный плейный чайник. Кстати, работу с симуляциями лучше делать в сантиметрах. То есть перед тем, как ее начать, заходим в Units и настраиваем сантиметры. Кстати, если каким-то образом при открытии 3ds Max у Вас исчезла панель Phoenix FD, то ее очень легко вернуть на место. Для этого кликаем правой кнопкой мыши в данной части интерфейса и выбираем Phoenix FD. Первые 5 иконок на панели создают специальный объект для симуляции огня и дыма, симулятор жидкости, источник огня и дыма, источник жидкости и Particle Shader. Следующие 4 иконки управляют самой симуляцией. Вы можете включить ее, поставить на паузу, выключить или удалить ее кэш. А далее уже идут пресеты разных симуляций. Благодаря третьей версии Phoenix FD, Вы можете выбрать такой пресет и уже получить какой-то интересный результат. Итак, выбираем чайник, затем кликаем на первый пресет огня. После данных действий, у Вас появятся три объекта. Сам симулятор, настройки турбуленции и огня. Все эти объекты и настройки мы потом детально разберем. А сейчас давайте нажмем Play и запустим симуляцию. Естественно, скорость самой симуляции зависит от мощности Вашего сервера. Кстати, если у Вас он недостаточно мощный, но Вы хотите заниматься симуляциями, можете приходить к нам на ферму и предоставив промо-код charlittutors, получить пожизненную 15% скидку с накоплением на все услуги. Чтобы перейти на ферму, нажмите на выскакающий линк вверху. И так, симуляция 101 кадра огня прошла за 11 минут 10 секунд. Эту информацию Вы можете посмотреть, выделив объект PhoenixFD Fire. Там же написано количество нод, которые используются для симуляции. Сколько времени тратится на один фрейм и много чего полезного. Давайте посмотрим, что получилось в специальном окне PhoenixFD GPU Preview, которое мы добавляли. Чтобы Preview работало, нужно зайти в вкладку Preview и включить опцию Enable in Viewport. При желании, Вы можете поменять цвет фона. Также есть настройки источника света и можно какой-нибудь из добавленных сцену исключить из Preview. Или настроить Ambient Light. Теперь, если Вы будете проматывать симуляцию, сразу же будет видно результат в этом Preview окне и в Вашем Viewport. Настройки. Но согласитесь, в специальном окне все же удобнее смотреть на то, что у Вас получилось. Сейчас огонь не очень высокого качества. Так как мы не настраивали размер сетки в вкладке Grid. Чем меньше значение параметра Cell Size, тем качественнее будет симуляция. Но и время ее увеличится также. Также, при желании, Вы можете посмотреть все, что получается в V-Ray GPU. Имея несколько видеокарт и прокручивая анимацию, Вы практически будете видеть изменения в Real-Time. Включим новый NVIDIA AID Denoiser и посмотрим, что получается с ним. Включим новый NVIDIA AID Denoiser и посмотрим, что получается с ним. Включим новый NVIDIA AID Denoiser. Конечно же, обработка одного кадра будет занимать чуть больше времени. Но если Вы хотите за короткое время увидеть результат без шума, без Denoiser не обойтись. Но все же, я предпочитаю смотреть превью через Phonix FD GPU или через PD Player, который покажу позже. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, а также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok